Всем привет! Вы на канале Витя Технология и сегодня мы с вами поговорим про две нашумевших камеры Sony Alpha 7 S3 и Canon R5. Я смотрю прям этот бум не утихает в интернете. Я расскажу свое личное мнение и скажу, буду ли я покупать эти камеры или не буду покупать, или это вообще все развод какой-то маркетологов. Погнали! И первое, с чего я бы хотел начать, это, конечно же, цена. Ребят, вы считаете, что это нормальная цена? То есть, ну, во-первых, я не считаю, что эти все-таки камеры профессиональные. Дальше расскажу почему. Почему? Смотрите, цена на Canon EOS R5, это будет 4800 евро в Европе. Я думаю, в России и в Украине плюс-минус так же. Цена на Sony Alpha 7 S3 будет 4200. И это только за тушку. То есть, вы понимаете, практически 5000 евро вы получаете только тушку. Ребят, вы просто вдумайтесь. 5000 евро. Это очень большие деньги. И за эти деньги вы можете собрать себе любой крутой сетап. Абсолютно. То есть, ну, это очень большие деньги. Плюс вам надо будет купить объективы. Если вы, допустим, уже имеете объективы на эту систему, да, на полный кадр Canon, либо на полный кадр Sony, то окей. Ну, а если нету, вы просто представьте, сколько это может стоить еще. А полнокадровые хорошие объективы на Canon, либо на Sony, они стоят, блин, от 2000, там, ну, 1800 и выше. То есть, там, от 1800 до 2600, 2800 за один объектив. То есть, по факту вам надо будет еще, там, то прикупить, то прикупить, свет, там, я не знаю, там, SSD-шки, да, либо внешний, там, рекордер и так далее. То есть, у кого какие задачи. Ну, просто если мы возьмем, вот вам надо купить просто тушку и просто купить хотя бы две линзы, каких-то нормальных. То, вы понимаете, это просто выйдет 8 или 9 тысяч евро. Вы что, блин, серьезно? Вы считаете, что это нормальные бабки? Опять же, конечно, можно сказать, ну, профессионалы там, типа, зарабатывают и больше. Они берут только по 10-20 тысяч евро за одно видео. Да. Фишка лишь в том, что они не снимают на фотоаппарат. Они снимают на кинокамеру. И теперь мы плавненько как раз-таки переходим к этому второму пункту. То есть, профессиональная эта вещь или нет? Я считаю, что нет. Несмотря на все характеристики, на все разрешения, на все качества, которые пишут, что одна камера, что вторая камера имеют сильный перегрев. То есть, что вы хотите сказать? У вас идет, например, съемочный день, да, вы снимаете рекламу, вы снимаете клип, а у вас как бы через 20 минут пишет, камера как бы перегрета. Подождите, пока она остынет. Ребята, вы что, блин, ну, серьезно? Это просто невозмутимо. Такого невозможно. Вообще, просто это невозможно. Я даже сейчас пишу на камеру Canon EOS R просто R-ка. У нее нету перегрева, но тем не менее, она меня раздражает так, что просто капец. Вот просто это какой-то ужас. Но у нее есть позитивные моменты, не вопрос. Но как я говорил, например, в предыдущем, да, каком-то видео, то по сравнению с Panasonic'ом даже GH5, это просто вообще ни о чем. Да, есть Full Frame, да, есть Auto Focus, да, ты можешь задрать чуть выше ISO. На этом все. Все. Так же и с новыми камерами. То есть, они, во-первых, перегреваются, да, и там те же самые, да, там есть 4K, 120 FPS. Окей, все верно. Есть 4, 2, 2, 10 бит. Но 4K, допустим, 60 FPS, есть и на камере Panasonic GH5, которая выпустилась хрен знает сколько лет назад, и стоит новая 1300. И объективы на нее стоят тоже копейки по сравнению с вот этими всеми. И вы также на эту камеру можете снимать профессиональное классное видео. Если вам чем-то не устраивает Panasonic, либо какая-то нелюбовь к этому бренду, вы можете себе взять Black Magic. Black Magic тоже стоит 1200-1300 евро. И снимать себе там в ProRes, там, в RAV, как вам угодно. И все у вас будет хорошо. Также дешевые объективы. Единственное, что вам надо будет для Black Magic, это решить проблему с батареей. Вы можете взять, там, есть сейчас такие кейсы уже там на большое количество, тысяч миллиампер, да, либо закупиться батареями, либо сразу питаться там, не знаю, там от павербанка, либо от чего-то еще. Все. Но это профессиональный инструмент, который именно работает. Как Panasonic GH5, как Black Magic. Вы можете себе даже взять Black Magic 6K. Он стоит там 2000-2200. И на него тоже подходят каноновские объективы. Вы на него можете и кробнутые объективы садить, и все, что угодно. И горя не будете знать. Это профессиональный инструмент для записи видео. Если вы хотите и снимать, и фото, и видео, вам вполне хватит обычной, обычной Sony, просто там Alpha 7, либо этого же там Canon. Хотя я скажу честно, я и на Panasonic снимал прекрасно. И фото, и видео, и проблем у меня вообще с этим никаких не было. Потому что это действительно был профессиональный инструмент. Потому что тот Canon, которым я сейчас пользуюсь, ну, вот реально, у меня язык не поворачивается. Назвать это профессиональным инструментом. Да, вы можете на нем зарабатывать деньги, как и на других камерах. Абсолютно. В этом нету никаких проблем. Но использовать R5, либо Alpha 7, там, S3, и снимать клипы, либо какие-то праздники, ивенты за 200, 300, 400 евро, но за тушку отдать почти пятерку, ребят, вы, блин, ну, реально прикалываетесь. Я просто читаю комментарии, очень много на разных видео, и я смотрю, и это просто вот это вот, просто фейспалм, реально. Это просто какой-то кошмар. Вы реально вообще не думаете своей башкой. Это все долбанный, блин, маркетинг. Вам напичкали каких-то там этих характеристик на бумажке, на том, на сём. Но по факту, по факту, на YouTube, опять же на YouTube, а большинство роликов будут все равно после съемок перемещаться на YouTube, то вы не увидите никакой, чёрт подери, разницы. И я её практически не вижу. Ни с Соньки, ни с Кэнона, ни с других камер, ни с Blackmagic. Оно на YouTube всё смотрится плюс-минус одинаково. То есть обычный человек, то бишь клиент, заказчик, то он вообще не увидит и не поймёт никакой разницы. Вообще никакой. И единственное только, если вы действительно хотите быть профессионалом, потому что настоящие профессионалы, они не будут смотреть вот эти вот все обзоры, я в этом на 99,9% уверен, они возьмут себя просто в аренду нормальную, Ари, либо Ред, либо там ещё какую-нибудь, да. Ну, если, допустим, не сильно какой-то, супер там крутой бюджет, то берут какие-то попроще. Тут же самое там Blackmagic, там Ursa, или что-то в таком духе, да. Всё. Это единственный профессиональный инструмент. Это кинокамера. А это фотоаппарат. В первую очередь фотоаппарат. Хотя Сонька нацелена больше на видео, конечно же. А Canon это, в первую очередь, гибридная беззеркальная камера. Ну, это по факту фотоаппарат. И я уже понял на своём, так сказать, опыте, что я пока остаюсь, да, например, на Canon EOS R. Хотя я, честно говоря, не особо доволен ей. И даже в какой-то степени жалею, что продал Panasonic GH5. Потому что это совершенно другой левел. На эту камеру, тут что-то на ней пойти где-то, что-то быстро снять, да это какая-то дичь. Тут вообще нету матричного стаба. И, в принципе, качество, динамический диапазон, который она, ну, выдаёт, ну, она стоит 2000 на секундочку. Мне просто смешно. 2000 стоит реально там сейчас Blackmagic 6K. 1900 стоит Panasonic S1. Ну, я не знаю, ну, это же небо и земля по сравнению с вот этим. Кто скажет, да, нету там автофокуса. Так автофокус тоже работает как попало. На профессиональных съёмках вы всё равно не будете пользоваться автофокусом, потому что он всё равно работает как попало. Единственное место, так сказать, где можно воспользоваться автофокусом, это запись вот таких вот блогов для YouTube, да, и у меня работает автофокус. Либо запись каких-то там мероприятий, там, день рождения и что-то ещё. Либо каких-то малобюджетных клипов. Всё, всё остальное, элементарные какие-то съёмки, не может работать нормально автофокус. Не может. Даже хвалёный Dual Pixel. Я пробовал на него снимать какие-то более-менее коммерческие ролики, хотя тоже какие-то были дешёвые. Это невозможно. Оно просто криво пишет. Ну, оно не то, что криво, оно не пишет так, как я хочу, правильно? То есть мой мозг, он понимает картинку и видит по определённой, так сказать, по определённому алгоритму. Автофокус просто работает, он нацелен либо на предмет, либо на человека, всё, рукой вот так чуть уже там провёл, чуть дольше, даже если скорость или чувствительность убрать, всё, он... Всё, это уже не то. Посмотрите, все профессиональные, так сказать, съёмки, операторы, все пользуются фокус-пуллером, потому что это грамотно. Только человек знает, как он хочет, чтобы фокусировалась камера в тот или иной момент. Всё. Больше никто не знает. Автофокус, это реально, ну вот, как я сказал, это съёмка каких-то непонятных там бюджетных съёмок, либо съёмка для Ютьюба. Всё, всё остальное реально мануал решает. Всё. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, на кого эти камеры рассчитаны. Профессионалы брать их не будут. Любители, ну, для любителей 5000 за тушку, извините меня, это не шутки. Это реально не шутки. Единственное только, опять же, я же говорю, что в этих камерах хорошо, это то, что они теперь могут писать и RAW, и 10 бит, 422. Но, опять же, в камере Blackmagic и Panasonic за 1300 евро новые. Это уже было хрен знает сколько лет назад. Вы скажете, ну, а там же, допустим, есть Full Frame. И что? Со Speedbooster у вас будет, типа, кроп. И, поверьте мне, ну, мало кто заметит разницу в видео. Да практически никто. Если снять, уже тысячу тестов есть. Снимают на Full Frame и снимают там на кроп, либо на микру. И сравнивают там 2-3 картинки. Да никто почти не может отгадать. Либо где люди говорят, что это Full Frame, то оказывается, что это кроп. Потому что невозможно вот так вот сказать. Единственное, что есть на Full Frame, это вот более сильная бокешка на, там, допустим, одних и тех же линзах будет более сильнее размытие. Ну, и типа кто-то скажет, там, можно ISO задрать. Но, опять же, сильная, когда сильно задратое ISO, это говорит о том, что у вас нету света. А если у вас нету света, значит, картинка все равно говно. Все, все очень просто. Поэтому, народ, моя просьба прекратить гнаться. Вот это вот технодрочество непонятно. Я тоже люблю технологии, люблю в этом всем развиваться, крутиться, вертеться. Но это все не приведет ни к чему хорошему. Я для себя решил одно. Вот какие-то маленькие непонятные там съемочки, либо съемочки вот дома, либо малобюджетные, можно снимать на фотоаппарат. Но если я хочу что-то сделать лучше, то я либо куплю, либо возьму в аренду кинокамеру, либо хотя бы, там, Blackmagic Pocket. Все. Все остальное реальное фуфло. Даже просто юзабилити. На вот этом Canon, пока выставишь настройки для съемки, это можно просто уже посидеть. Реально просто посидеть. Оно то это, то то, то так. Постоянно какие-то нюансы, постоянно себя в чем-то ограничиваешь. Так же и будет в фотоаппарате. Особенно если он через 20 или 30 минут перегревается. Даже если вы не пишете видео официально на Canon, их представитель заявил, что если идет как бы считывание картинки, все равно как бы может камера перегреться. Вот и все. Нахрена вам, блин, камера, которая перегревается? Если даже камеры, которые не перегреваются, и то, блин, кумарят. Потому что, например, цвета на Sony, были просто отстойны. Слава богу, вроде бы они изменили свою вот этот, как говорится, color science, и теперь у них стали более-менее нормальные цвета на этой S3. Потому что до этого, я, например, почему я себе Canon, почему я себе Sony не покупал, это потому что цвета, ну, были, ну, реально, кому как там нравится, но я считаю, что цвета были просто полный отстой. Вот полный отстой, я снимал на эту камеру, я брал у друзей, они мне скидывали файлы. Ну, это реально на любителя. Да, если вы там Sony дрочер, либо фанат, и вы ей пользуетесь, и есть такая темочка распространенная, каждый хвалит свое болото. Вот и все. Я вообще ничего не хвалю особо. Я просто говорю, что вот у меня был опыт с этим, был опыт с этим, был опыт с этим. И я сделал такие выводы. Хочешь что-то круто снимать, бери кинокамеру. Все. Либо реально там Fuji X-T3, X-T4 и Panasonic GH5, это самые бюджетные, гибридные камеры, на которых тоже будет классная картинка. Потому что там уже 10 бит были, хер знает когда. И картинка там нормально красится, у нее нормальный динамический диапазон, и хороший битрейт. И даже эти камеры используют для небольшого бюджета, какие-то рекламы, там съемки клипов. Да. И они смотрятся абсолютно нормально. Потому что, к сожалению, полнокадровые гибридные камеры были, как мы все видели, постоянно с какими-то нюансами, с какими-то минусами. То стабилизатора нет, то того, то цвет говно, то 10 бит нету, то, например, как вот этот вот Canon, типа, нету даже слоумоушена, типа, слоумоушен только в 720p, это я говорю сейчас за R-ку, да, EOS R. 2000 евро стоит тушка, на камере нету слоумоушен, только 1080p, 60fps. Так тут Full HD на нем, оно такое говняное, что просто капец. Здесь 4К, 4К с битрейтом, там, 480 мегабит, пишет, как у меня Panasonic писал Full HD. Это смешно, но это правда. Опять же, на YouTube много, кто этого вообще не заметит. Единственное, кто это замечает, то это я, тот человек, который садится и монтирует. Только вы сами будете видеть эту разницу. Клиенты вообще нахрен ничего не видят. Им хоть ты с Panasonic'a снимай, хоть с Canon'a, хоть с Alexa, он разницы не поймет. Пока ты конкретно не сядешь с ним на монтажку, не покажешь какие-то нюансы, он тогда тут посмотрит, не, ну да, действительно, в руках разница есть. Это уже доказано и показано на практике. Вот и все. Поэтому, единственное, что я вам хотел посоветовать, не ведитесь на вот этот постоянный бред от маркетологов, которые хотят постаново подцепить, подцепить, зацепить, развести на лаве. Нет. Реально думайте, блин, головой, включайте мозги, не ведитесь на всякую эту дичь, и все у вас будет окей. Причем весь этот бред, не только наши русскоязычные блогеры, наши как раз таки русскоязычные блогеры еще более-менее, более-менее, как раз таки некоторые говорят правду. А вот на англоязычном, который все нахваливают и говорят, на нем абсолютно есть все. Да, конечно же, все-таки англоязычных людей очень много, там очень много что показывают. Но как я смотрю, большинство англоязычных блогеров показывали про эту Альфа-7 С3 просто какой-то бред. Ну, реально бред. Там что-то рассказывают, понятно, им там заплатили, дали то-то, сё, они все зарабатывают деньги. Зарабатывать деньги, это круто, с точки зрения бизнеса, это вообще как бы огонь, вы ведете канал. Ну, ребят, я тоже много чего смотрю, но вы должны реально фильтровать информацию, где показывают забабки, где рассказывают правду. Вот и всё, не надо лететь за этими непонятными вещами и характеристиками на бумажечке, потому что в жизни всё абсолютно иначе. И я хочу сказать, что если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, напишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу, вдруг у вас есть свои возражения, мы можем с вами это обсудить, а мы с вами увидимся в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok